Ранним осенним утром с аэродрома в Темкино поднялся в небо советский самолет И-16. За штурвалом сидел командир 43-й авиадивизии генерал-майор Захаров Георгий Нефедович. Набрав высоту, пилот обнаружил немецкий разведывательный самолет Хейншиль 126, который шел в сторону города Юхнова. Захаров пристроился за фашистом и уже скоро увидел, что вся дорога внизу запружена танками и автомашинами. Поведение немца, который безбоязненно и нахально кружил над танками на небольшой высоте, меня удивило, писал в своих мемуарах Захаров. Ведь танки шли под красными флагами. Невольно подумал сначала, что танкисты, очевидно, не знают силуэтов немецких разведчиков и поэтому не стреляют. Георгий Нефедович, круто спикировав, всадил несколько очередей в Хейншиль, который упал в придорожный лес. И тут внезапно все танки открыли по нашему пилоту бешеный огонь. Рискуя быть сбитым, Захаров снизился до бреющего полета и прошел над самой колонной. И только теперь на красных полотнищах явственно рассмотрел черные свастики и то, что пушки танков смотрели на восток. Вернувшись на аэродром, генерал Захаров доложил о немецкой колонне в штаб армии. Ему не поверили. В этом районе вражеских частей быть не должно. Линия фронта проходила дальше на 150 километров. В небо в срочном порядке были подняты скоростные бомбардировщики для разведки, пилоты которых подтвердили страшное. Немцы прорвались к Юхнову. 200 танков и 20 тысяч солдат и офицеров вермахта зашли в тыл западного и резервного фронтов. Это означало катастрофу. От Юхнова до Москвы менее 200 километров, а войск, чтобы парировать немецкий прорыв на этом направлении, уже не было. Дорога до столицы полностью свободна. Только после перепроверки эти данные доложили в ставку главного командования. Последним рубежом, прикрывающим Москву, была Можайская линия обороны. Но она не была заполнена войсками. Тогда ставка решила пойти на отчаянный шаг, подняв по тревоге курсантов подольских, пехотного и артиллерийского училищ. Такое решение давало сразу 3,5 тысячи хорошо обученных и мотивированных бойцов. Но бросать в бой элиту Красной Армии означало остаться в будущем без хорошо обученного командного состава. Но делать больше было нечего. В глубине страны уже грузились в эшелон на сибирские и дальновосточные части, но прибыть и прикрыть собой Москву они не успевали. Курсантам дали приказ любой ценой задержать врага на несколько дней до прихода подкреплений. В районе Юхнова на берегу речки Ремеш стояли лагерем десантники 23-й авиадивизии. Они готовились к проведению разведывательно-диверсионных операций в тылу врага. После прорыва немцев к Юхнову начальник парашютно-десантной службы Западного фронта капитан Иван Георгиевич Старчак сформировал отряд из 430 человек. По своей инициативе и без приказа командования Старчак принял решение задержать противника на Варшавском шоссе. В ночь на 5 октября десантники взорвали несколько мелких мостов через реку Угру, а сами встали у восточного моста, предварительно заминировав дорогу, сам мост и замаскировав свои позиции. На рассвете 5 октября они встретили головные колонны 10-й танковой дивизии 57-го моторизованного корпуса вермахта и в течение нескольких часов сдерживали противника. Но не имея тяжелого вооружения, были выбиты со своих позиций и отошли на восточный берег, взорвав за собой мост. До вечера уже никто не мешал немцам наводить понтоны и переправляться через реку Угру. Ночью 6 октября к месту боевых действий прибыл передовой отряд курсантов. Этому отряду было приказано войти в соприкосновение с противником для ведения сдерживающих боев, пока основная часть курсантов будут занимать оборону на Ильинском рубеже. Поступив в распоряжение капитана Старчака, сводный отряд курсантов и десантников, имея в своем распоряжении две пушки 45-ки и один броневик, уже утром 6 октября атаковали немецкие части, те самые, что успели переправиться на восточный берег через реку Угру. В решительной атаке этому сводному отряду удалось уничтожить пять танков и 300 пехотинцев, а также отбросить фашистов обратно за реку. Курсанты и десантники до вечера удерживали позиции на реке Угре, но к врагу постоянно прибывало подкрепление, а красноармейцам взять резервы было неоткуда. Вечером они отступили к реке Изверь, где 7 октября также вели тяжелые бои с превосходящими силами противника. Вечером к отряду прибыли подкрепления в составе роты курсантов и одной батареи 222-го зенитного артполка, а также прибыли танкисты 17-й танковой бригады из резерва Ставки. В течение нескольких дней усиленный танками передовой отряд, постоянно маневрируя и контратакуя, сдерживал противника на рубеже Юхнов-Медынь, но истратив все боеприпасы и боясь окружения, отошел к Можайской линии обороны и влился в ряды защитников Ильинского рубежа. Можайскую линию обороны начали возводить по решению Государственного комитета обороны с конца июля 1941 года. Она располагалась на расстоянии 120-150 км от Москвы, по дуге с севера на юг, а ее протяженность была более 200 км. Линию обороны возводили армейские строительные части с привлечением гражданского населения. Можайская линия обороны строилась с учетом значительной танковой опасности и включала в себя элементы эшелонированной противотанковой обороны. Полевые сооружения были усилены долговременными огневыми сооружениями, дотами, предназначенными для пулеметов и артиллерии. Но ко времени выхода немецко-фашистских войск на линию обороны, сооружение укреплений было далеко от завершения. Например, на Волоколамском шоссе, где сражалась 316-я дивизия Панфилова, ни дотов, ни окопов вообще не было построено. К тому же, даже возведенные укрепления не были вооружены. Орудия в них курсанты устанавливали сами. 11 октября немцы начали штурм Ильинского рубежа. На позиции курсантов полетели снаряды тяжелой артиллерии. А массированный налет юнкерсов буквально стирал с лица земли тонкую полоску защитников. После чего в атаку шла пехота. В течение всего дня на Ильинском рубеже шли кровопролитные бои. Но немцам так и не удалось сломить сопротивление курсантов. Часто бои переходили в рукопашную схватку. На следующий день все повторилось снова. Защитники стояли насмерть. Во время своих атак гитлеровцы долго не могли уничтожить дот комиссара Андропова. Этот дот несколько раз расстреливали из орудий прямой наводкой. И было видно, что внутри рвутся снаряды. Но после обстрела, когда вражеская пехота шла в наступление, огневая точка снова оживала и разила немцев. Потрясенные гитлеровцы, оставляя на поле боя огромное количество убитых и раненых, раз за разом отступали. Они прозвали этот дот воскрешающим. Оказалось, что курсанты во время обстрелов выкатывали свое орудие на запасную позицию. А после возвращались назад и принимали бой. После того, как военная хитрость советских артиллеристов была разгадана, фашисты смогли обойти дот и забросать его гранатами. После того, как немцы узнали, что им противостоят курсанты, то на окопы посыпались листовки, в которых было написано. Доблестные красные юнкера! Вы мужественно сражались, но теперь ваше сопротивление потеряло смысл. Варшавское шоссе наше, почти до самой Москвы. Вы настоящие солдаты, мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу сторону. У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду. Эти листовки сильно пригодились курсантам в качестве самокруток и для справления некоторых других нужд. Недостаточная плотность обороны, открытые фланги и стыки при отсутствии вторых эшелонов создавали условия для прорыва противника, начавшего действия на широком фронте. Наращивая свою мощь на данном рубеже, немцы стали теснить советские войска севернее и южнее Ильинского рубежа. 12 октября пала Калуга, 14 Боровск. 16 октября, прорвавшись на Варшавское шоссе через деревню Черкасово, немецкая танковая колонна понеслась к Ильинскому рубежу с целью ударить в тыл обороняющимся курсантам. Немцы пошли на хитрость и нацепили на головной танк красный флаг. Но им не повезло. Колонна нарвалась на одиночный артиллерийский расчет, в распоряжении которого была зенитка 85 мм. Сначала курсанты действительно приняли танки, пришедшие из тыла за свои, но вовремя спохватились и, поставив зенитку напрямую наводку, расстреляли всю немецкую колонну. 14 танков и два броневика за короткое время были превращены в груду металла. Единственный танк, который смог избежать избиения, ринулся вперед и, промчавшись мимо зенитчиков, а потом и курсантов, сидящих в окопах, умчался на запад. Впоследствии, когда этой дорогой проходил весь наступающий танковый корпус вермахта, немецкие солдаты видели ужасную для них картину уничтоженных танков, выгоревшие остовы которых производили весьма удручающие впечатления на наступающие части противника. Только к вечеру 16 октября немцам удалось захватить оборонительные рубежи Ильинского сектора. Многие курсанты, державшие героическую оборону на этом участке, погибли. Остальные отступили к деревне Лукьянова и к силу Укудинова, где оборонялись еще несколько дней, находясь в полном окружении. Только 20 октября, растратив почти все боеприпасы, оставшиеся в живых курсанты начали отход к реке Наре. В боях на Ильинском боевом участке под Малоярославцем подольские курсанты под командованием начальника пехотного училища, генерал-майора Смирнова и его помощника по артиллерии, полковника Стрельбицкого, уничтожили около 5000 немецких солдат и офицеров и подбили или вывели из строя около 100 танков. Потери самих курсантов составили около 2500 человек. Но самое главное, что они смогли задержать врага вместо трех дней на целых две недели. Оставшихся в живых курсантов переправили в тыл, где они продолжили свое обучение, уже после которого вновь принимали участие в боях с врагом. Среди них 12 человек впоследствии были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Когда спустя несколько месяцев советские части вновь освободили эти места от захватчиков, а весна обнажила тела погибших курсантов, то многие красноармейцы, видевшие это, отмечали, что рядом с погибшими героями лежали книги. Курсанты должны были сдавать экзамены, которым готовились даже на передовой. Но главный свой экзамен они выдержали с честью. В данный момент снимается фильм «Ильинский рубеж», продюсером которого является Игорь Угольников. Напомню, что это тот человек, который подарил нам замечательный фильм «Брестская крепость». Ссылки на проекты я оставлю в описании. На канале кинопроекта «Ильинский рубеж» много информации и видео, касающихся подвига подольских курсантов. Там есть даже воспоминания самих курсантов. Кому интересно, переходите по ссылкам и ознакомьтесь. Мы хотим и делаем все от нас зависящее, чтобы знали, чтобы помнили. Субтитры создавал DimaTorzok